Вы знаете, Эльмар, мы уже привыкли, что к концу сезона нас радуют музыки, которые проводит оркестр. Вот немножко хотелось бы поговорить о них, как родилась эта традиция. Когда я уже приехал в Томск, здесь была возможность, была поддержка дирекции Томской филармонии и области, и города. И тогда первый раз сделали такие дни кларнетовой музыки в Томске. Какая была особенность? Было приглашено 8 кларнетистов из Советского Союза. Было приглашено больше, но никто не смогли приехать. 8 кларнетистов приехали. И три дня здесь звучала музыка для кларнета. Первый день с камерным оркестром, второй день с фордепиано, соло и разными такими составами. Третий день с симфоническим оркестром и в симфоническом оркестре. Просто неожиданно было, понимаете, то, что вот этот действительно, вот у нас все не думают, что в стране было много таких праздников профессиональной музыки, профессионального искусства, что привлекло очень большое внимание зрителей. Это прошло очень хорошо. Потом вторая идея была флейтовой, не флейтовой музыки. И такой же принцип потом съехались. Но все духовики думали, что вот это уже их праздник. Но вот третий, так неожиданно для всех, в общем, я пригласил альтистов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Это большое событие в музыкальной жизни. Действительно, большое событие не только города Томска, а, я считаю, всего, так сказать, Советского Союза. Потому что это впервые, в общем-то, чтобы так собрать флейтиста, флейтовую музыку и продемонстрировать ее вот в несколько дней. Это вообще, вы знаете, это явление, это впервые. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень нравится город, очень нравится публика здесь. Они очень тепло принимают, они понимают музыку. Вот это все. И вообще, вот приезжаю сейчас на фестиваль, атмосфера праздничная. Настолько, что когда уезжаешь, просто уносишь с собой вот такие очень положительные эмоции. Здесь и общение с музыкантами. Вот Томск сейчас становится таким местом у нас в стране. Мне кажется, что такой центр, что ли, где вот очень важные культурные события происходят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в школе в школе в деревне тогур знаете вот благодарные глаза детишек вот знаете весь оркестр просто раз все после этого после этого концерта когда вдруг мы получили записку пожалуйста вы не могли бы исполнить ночь на лысой горе мусоргского для нас это очень дорого вот этим мы живем и дай бог что вот за это время за за время когда вот переоценка идет многих ценностей что все-таки не только оркестр чтобы люди сохранили вот эту тягу очень прекрасно прекрасно